10 вещей, за которые Елизавета II велит казнить 21 апреля у королевы Великобритании день рождения Чтобы не раздражать Елизавету II век этот прекрасный день, ее свита всегда помнит о том, что ненавидит правительница Самой пожилой монархии не исполняется 89 лет, но официальные празднества по этому поводу пройдут не в апреле, а традиционно летом, в июне Тем не менее близкие люди и приближенные королевы будут чествовать королеву день в день Пока сложно предположить, что правительница получит в подарок Зато известно, чего ее окружение в этом день точно делать не будут Ведь все они помнят, что королева ненавидит, когда кто-то на ее глазах ест лимон из чашки с чаем Совсем недавно вся страна отмечала день космонавтики И было бы логично начать с истории, которая произошла между Юрием Гагариным и королевой Елизаветой II век 1961 году Итак, главный герой этой истории – лимон Как выяснилось, по дворцовому этикету нельзя Выпив чай, есть лимон из чашки Юрий Гагарин, носитель советских традиций, этого не знал Королева и ее свита были в шоке, когда космонавт помял лимон в сосуде и отправил его в рот Но Елизавета не рискнула оскорбить званого гостя и спасла ситуацию, повторив тот же маневр, когда кто-то тратит деньги зря Пока британская общественность посчитывает, во сколько ежегодно обходится содержание монархии, сама Елизавета II честно признается, что ненавидят расточительность и неэффективные траты Поэтому она по возможности отдает свою одежду единственной дочери Анне Ну а Анна, в свою очередь, какие-то вещи передает в королевскую конюшню Елизавета II боготворит своего мужа и готова терпеть достаточно резкие выпады с его стороны Вроде истории, когда он велел ей выметаться из машины после ее замечания по поводу его манеры вождения И все же она не намерена прощать даже ему высказывания по поводу ее, королевы, возраста Когда Филипп хочет порезвиться и довести супругу до гнева, он называет ее великолепной старой кобылкой Когда ее просит сделать совместное селфи В общем-то, чисто по-королевски Елизавета II обращает подданным мелкие слабости И в целом хиштег селфи ее не смущает равно до тех пор, пока люди не начинают просить ее сделать совместное селфи на официальных мероприятиях Однако, к чести королевы, она никогда не отказывает в таких снимках просящем и даже на них улыбается Когда ей предлагают попробовать картофель и супы, королева не ест ни то, ни другое И потому эти блюда никогда не подаются Когда она трапезничает в одиночестве Когда за столом присутствуют маленькие дети Елизавета II считает, что сначала они должны научиться светским манерам Так что маленький принц Георг за одним столом с прабабушкой не обедает Когда мужчины носят костюмы тройки, шорты и фейковые гастуки бабочки Костюмы тройки, по мнению правительницы, могут носить только слуги Что касается шорт, то всегда корректная королева заявляет Длинные брюки все же предпочтительнее А по поводу галтуков бабочек подданные ее величества говорят кратко, чуют подделку за 20 шагов В конце апреля супруга принца Уильма Кейт Миддлтон родит второго ребенка И сейчас о ее беременности говорят все, вернее, почти все Королева считает слово «беременность» слишком вульгарным и предпочитает заменять его фразой «Она в положении» Когда звучат разложенные музыкальные инструменты, лязгают кубики льда Какофоний королева Елизавета II предпочитает тишину А для охлаждения напитков использует круглые кубики льда, полагая, что они издают меньше шума Когда с ней ведут долгие проповеди По мнению Елизаветы, идеальная проповедь должна занимать не более 12 минут Кроме того правительница считает мошенничеством разгадывать кроссворды со словарем А раньше страшно неолюбила, когда кто-то тискал ее собак породы Корги Прикасаться к ним было исключительной привилегией королевы Сейчас, правда, Елизавета боится собственных собак, так как может о них споткнуться и упасть Стархид надеется, что все капризы ее величества будут учтены И ничто не омрачит настроение королевы в день рождения Субтитры сделал DimaTorzok